Здравствуйте, друзья! Вот ролик вашему вниманию, на мой взгляд, очень смешной, веселый. Из архивов, больше чем полгода ему. Послушайте, повеселитесь, хорошего вам настроения. Информирование, что все разговоры записываются. Могу я услышать? Артём Александрович. Вполне вероятно. А кто спрашивает? Главный специалист на инвестиционном взыскании Шарик Шахерович, группа Сбербанк. Группа Сбербанк. Что это значит, группа Сбербанк? Что такое группа Сбербанк? Сбербанк, он есть один по себе, без каких-то групп. Зачем его группы? Какой его еще группы? Ну, видимо, Сбербанку нужна группа, чтобы работать со взрослыми задолженностями, которые не производят оплату. Да вы там по тембурке у вас, что ли? Говорите нормально. Конец рабочего дня. Группа Сбербанк. Я со Сбербанком договор заключил. Какая еще группа? Ну, что вам еще не понятно? Мне непонятно, кто мне звонит, какая еще такая группа. Актив бизнес коллекшн, так и говорите. Да. О, а что сразу не сказать, что мы коллекторы? Я же по запаху чувствую. Ну, а что тут чувствуете, если вы не исполняете свои кредиты? Я говорю, запах дерьма чувствую. Запах дерьма чувствую. То есть... То есть... Не-не-не ответственность вся на мне, слушай, чувак. Виноват лишь ты только в том, что мне звонишь и трепешь мне нервы, да? То есть... То есть... То есть банк... То есть... То есть банк... То есть банк... То есть банк не имеет... Банк не имеет права потребовать в вас тот долг, который вы с него взяли? Что с него взяли? С мыслями соберись. Вы меня сбиваете. Вот слушайте. Я тебя сбиваю. А что ты на эту работу пришел? Ты и разговаривать не умеешь. Тебя простой, как ты утверждаешь, должник может сбить с толку. Чудо ты, гороховое. Работу нашел себе бабскую, еще и с ней справиться не можешь. Ха-ха-ха. Ну давай, чудачок, пугай меня. А можно спросить? А можно спросить? Можно. Считайте, например, я не хочу задействовать вашу честь, то есть вы хотите сказать... Ну ты мою честь за деньги? Вы... Вы... Нарушаете свои обязанности... Честь он мою задействовать. Вы нарушаете свои обязанности, считаете себя законопослушным гражданином? Слышишь, ты кто такой, чтобы эти ответы и вопросы на твои отвечал, а? Жаль. Группа Сбербанк, коллектор, говно, кусок. Я... Вот часть канализации, я тебе вообще ни на один вопрос твой отвечать не намерен. Потому что ты дерьма кусок. Я... Меня как-то не интересует ваше мнение. А чё ты тогда мне звонишь? Чё ты мне звонишь? Я звоню, чтобы... Я звоню, чтобы вы вернули долг, который вы... Кому? Сбербанку. Да тебе плевать должно быть. Вот по жизни, если бы ты был нормальным мужиком, тебе должно было плевать, кто кому чё должен. Почему? Занимался бы своими делами, пришёл бы дворником работать, пользу бы людям приносил. Ты попрошайка. Вы работаете дворником? При чём здесь я вообще? Я же тебе пообещал, я не буду на твои вопросы отвечать. Вы считаете, что нормальный гражданин должен работать дворником или попрошайником? Да нет, нормальный гражданин – это дворник по сравнению с попрошайкой. Понимаешь? С ваших... Вы сейчас сказали, что нормальный гражданин должен искать тебе нормальную работу дворника или гражданина. То есть вы считаете, что дворник и гражданин – это нормальная работа, да? Ты сам себя слышишь? Нет, это вы просто... Это вы просто сами же себе противопоставляете поймать. Давай знаешь, как с тобой договоримся? Этот ролик будет озаглавлен заикающейся попрошайкой. Я прям тебе обещаю. Заходишь в YouTube, набираешь заикающейся попрошайка, попадаешь ко мне на канал и просто охреневаешь. У тебя начинает пердак рвать от бессилия, от невозможности что-либо сделать. Ты начинаешь понимать, в конце концов, чем ты занимаешься и как вообще на тебя реагируют люди. Это тебе мой подарок будет. Сейчас ты скажешь, что в YouTube ерунда. Нет, ты зайди и посмотри. Мне это не интересно. Я понимаю, что тебе это не будет. Я не собираюсь никуда. Я не собираюсь никуда. Мое слабое сердечко не выдержит, дружок. Не выдержит этого. Тебе рванет пердак так, что ты обсерешь все вокруг, брызгами заплещешь. Ну да, конечно, ну да. Конечно, поэтому не нужно. Ладно, не нужно. Но заикающийся попрошайка обязательно зайди. Вы, а можно спросить, вы собираетесь возвращать свою просрочную задолженность? Я ж тебе понял, я не буду тебе ответить на те вопросы, которые касаются моих финансовых дел. Вы законопослушный дворник, как я понимаю, да? Нет, я юрист законопослушный. Дворник или попрошайка? Нет, нет, юрист. Я юрист, да. Занимаюсь тем, что помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Понимаешь? Я не тот человек, которого ты хотел услышать. Вы сейчас находитесь в трудной финансовой ситуации. Не-не-не, я помогаю тому человеку, которого ты хотел услышать. Ну просто у меня сегодня конец рабочего дня, и я с тобой разговариваю так, как мне хочется. То есть вы зарабатываете тем, что просто защищаете тех людей, которые не хотят платить по долгам? Это непросто, поверь мне, дорогой мой друг, это непросто. Что непросто? Это непросто. Ну ты сказал. Вы занимаетесь тем, что просто... Вы считаете, вы считаете достойной работы, ту работу, которую можно оскорблять людей? Да. Можно оскорблять людей... Да не, я просто сегодня уже, понимаешь, рабочий день закончился, поэтому я себе могу позволить... Я не знаю, кто ты. Кто такая группа компания? Я тоже... Ты реально пытался меня ввести в заблуждение. Если бы ты сказал, актив бизнес коллекшн, коллекторская организация, я бы сказал, я с коллекторами не разговариваю. Понимаешь? Нет. А ты начал там выдумывать группу Сбербанк в надежде на то, что я не пугаю слово Сбербанк? Нет. Я ничего не придумывал. Я столько следовал правилам. Правил? Ну это твои там эти рабовладельцы придумали так, чтобы люди... Нет, это не мои рабовладельцы придумали. А что, мои рабовладельцы ничего не придумывают? Ты сейчас признал, что эти рабовладельцы в контексте? Нет. В курсе? А ты рад. Да вы что? А вы признали, что вы дворник или попрошайник? Да это ты сам себе выдумал, понимаешь? Нет. Вы признали, вы признали. Хотя ничего против дворников не имели. Вот у меня люди приносят пользы, подметают листья. А ты языком носишь, как баба последняя. Вы как? Вы точно... Ну давай, давай, давай. Вилее. Вы точно так же трясете... Вы точно так же трясете языком и вот то же самое. Не-не-не-не-не, у меня результаты есть. Мне люди благодарны. А тебе кто-нибудь благодарен? То есть вы антиколлектор. То есть вы то же самое вот... Да ты выдумывай, да-да. Если мы звоним, если мы звоним, это называется кредитный юрист. Кредитный юрист это называется, да? Да. То есть это называется человек, который не может с физическим трудом что-то заработать, он просто не должен будет зарабатывать. Ты больной по ходу дела, ты знаешь, что настоящие деньги как раз зарабатываются в свободное от работы время? А вот ты решил, что языком трясти это достойно. Ну, слушай, вот у меня сотни клиентов, которые благодарны мне. А тебе, ты когда подрастешь, у тебя вполне возможно будут дети, но я не хотел бы, чтобы твои дети... Но смысл в том, что вы точно так же языком трепите и точно так же зарабатываете деньги. Смотри, ты до такой степени тупой, что ты в контексте признаешь, что трепать языком это стрёмно, и сам продолжаешь это делать, каждое утро приходя на работу. Я не буду комментировать то, что я говорю своим клиентам, но вот в очередной раз ты признал, что в контексте вот этих твоих заявлений ты трепло, простое трепло. Точно так же слово, как его я точно так же сказал. А вы чем от меня отвечаете? А вот возьми в YouTube, зайди, я тебе ссылку говорю, даю же. То чем вы от меня отвечаете? Я тебе прям конкретно доказательства предъявляю. Вы точно так же языком трепите. Нет, давай посмотрим. Вы точно так же языком трепите. Давай, а ты мне в противовес потом тоже так. Я ничего не собираю, смотри. Я вам вот сейчас предполагаю, что вы точно так же не физически придумали. Субъективное мнение, которое тебе внушили твои рабовладельцы. Вот и все. А точно так же это ваше субъективное мнение. Нет, мое мнение не субъективное. Ты зайди в YouTube и посмотри отзывы. Я не собираюсь никуда заходить. Ну так вот, потому что ты боишься это увидеть и понять, что ты проиграл. Вообще по жизни, не только мне. Я тебе еще раз говорю, не вздумай заводить детей. Твоя генетическая линия не должна продолжаться. Вообще-то. Потому что они тебя спросят потом. Папа, что ты делал в этой жизни? А ты скажешь, унижал и глумился над людьми. Тот же самый вопрос могу задать я вам. Мои дети смело говорят, когда их спрашивают в школе. Более того, мой старший сын, мой основной партнер, ему 25 лет. Понимаешь? Он не стесняется этого. То есть это семейный бизнес, да? Да, да, да. Ты угадал, причем в третьем поколении. Да, слушай, что сказать-то нечего, да? А у тебя что в поколении? Третье поколение коллекторов? Ну в онище у тебя дома, наверное, стоит, да? Вас это вообще не касается. Да, конечно, ради Бога. Слава Богу, что меня это не касается. Мы с вами будем нормально. Мы с вами будем нормально. А о чем с тобой разговаривать? Или вы будете просто обливать. Или вы будете обливать детей. А ты другого не заслуживаешь, чувак. Вот ничего ты другого не заслуживаешь. Потому что ты надеешься поймать какого-нибудь старичка-пенсионера, женщину, которая будет плакать, умолять тебя, помочь как-нибудь. А ты на самом деле должен только убедить ее пойти последнее. Отнести в банк. В рыбычий. В банк. И из этого ты заработаешь какие-то свои жалкие копейки. Понимаешь? Вот что ты должен сделать. Если у вас нет возможности оплатить кредит, то зачем его брать? Ты тупой со всеми. Я не тот человек, которого ты хотел услышать. Я его юрист. Нет, я не понимаю. Я не понимаю. Сообразил? Вы будете со мной вести конструктивный диалог. Конструктивный диалог. Этот штамп я слышал миллион раз. Красивое слово, но если понимаешь, его слышишь 50 раз в день, вот от таких бестолочей, как ты, то это начинает превращаться в слово паразит. Понимаешь? Вы будете вести конструктивный диалог? Давай поговорим. Давай. Давайте поговорим нормально. Давай. Давай. Без оскорблений. А кто же тебя оскорбляет? Я констатирую факт, кто ты есть. Ваше оскорбление, понимаете, меня вообще не задевает. Да ладно, ты же заикаешься, бедяга. То есть я позвонил. Вы меня слышите? Я вам звонил. Я позвонил должнику. Я ему говорю, как так? Человек должен. И банк требует. Ты пьяный, что ли? Я догадался, ты пьяный. Точно, ты бухой. Я сразу не дошел до меня, братан. Мне кажется, что вы... Ладно, я вообще алкоголь не употребляю. Друзья, ну вот такая вот комедия, да? Комедия никак не назовешь по-другому. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В описании ролика ссылка для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, стать клиентом компании Алиам. Ссылка на наш сайт. На сайте выложен видеоролик, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Посмотрите, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, если еще вы этого не сделали. Репост в соцсетях приветствуется. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании Алиам. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok